А мы вновь в студии, дорогие телезрители. Напоминаю, что сегодня, 24 апреля, празднуется Международный день солидарности молодежи. А молодежь в нашей республике очень активна. К слову, об этом и поговорим с нашей сегодняшней гостьей Зарема Казиева. Здравствуйте, Зарема. Здравствуйте. Давайте немного познакомим наших телезрителей с вами. Расскажите, пожалуйста, чем вы занимаетесь? Я заместитель директора в клоно-спортивной школы города Черкеска. Занимаемся мы конкуром. Конкур – это спорт. Перепрыгивание через препятствия, скажем так, на лошадях. И сразу не отходя от темы, я знаю, что недавно было мероприятие, где ваши воспитанники, их можно так назвать? Конечно, да. Ваши воспитанники, спортсмены принесли нашей республике сразу три бронзовых медали. Да, именно так. Это было в Минводах, поселок Терский. Это знаменитый на всю Россию конезавод. Ну и только на Россию, в принципе, в мире. Там очень хорошие лошади, очень большое такое поголовье. И вот там состоялся, эти соревнования там состоялись. Конечно, там со всего из КФО приехали люди из Кабардино-Балкарии, из Старополя. Очень много, что приятно, частных заводчиков лошадей. И, конечно, соревнования были такие сложные, волнительные для нас. Это, в принципе, начало сезона. Сейчас старт, начало сезона по стартам. И то, что у нас такой успех в самом начале, это очень круто. А вот вы сказали, что было волнительно и сложно. Давайте поподробнее. Почему волнительно? Мы примерно понимаем. Потому что мероприятие подобного масштаба, всероссийское. В чем сложность была? Смотрите, 50 пар всадник-лошадь. К примеру, общий зачет. Общий зачет – это когда могут участвовать абсолютно все. Если вы частный заводчик, у вас есть лошадь, скажем, стоимостью миллиона. 5, да? Вы имеете право участвовать. Вы занимались конкуром, ну, лет 20. Это же опыт. Плюс дорогая лошадь. А у нас школа, и у нас, соответственно, дети. Соответственно, представляете, 17-летний ребенок выступает против маститого такого конкуриста, который уже прошел определенный путь. Это может быть чемпион, это может быть человек, который просто ему нравится приезжать и прыгать, и завоевывать места. И вот представляете, какая это нагрузка для ребенка, когда он видит, что у него дорогая лошадь, миллионов в пять, в два, там еще что-то. Видит, что у него за плечами богатый опыт, и он выходит вместе с ним в общий зачет соревноваться. Конечно, это сложно. Это сложно психологически. Это, в принципе, сложно против такого человека противостоять. И то, что мы получили такие бронзовые медали, это большое достижение для нас. То есть правильно ли я понимаю, что все выступали в одной категории? Да, там нет, если общий зачет, там нет подразделения, лошадь там столько лет отпрыгала, или еще что-то опытное, неопытное, такого подразделения нет. Нет такого, что вот этому человеку должно быть только с 17 до 20, нет. Там могут участвовать абсолютно все. И, конечно, это сложно. Ну, в таком случае, мне кажется, в принципе, бронза – это всегда почетно, потому что это уже в лидерах. Но, учитывая вот сложности, мне кажется, это вдвойне, втройне очень ценно. Это вдвойне. Вообще, в принципе, вся наша команда, мы туда поехали, повезли где-то 8 спортсменов, но они все попали в десятку. Допустим, 30 участвующих в каждом зачете, а зачетов много. Это не то, чтобы там один старт, и всего 30 человек. Кто-то в этот старт поехал, кто-то… Он начинается от 70 сантиметров сложности. И 120 – это самый высокий предел. И было около 7 стартов, и вот в каждом старте мы попали в десятку. А это очень круто. И из них три бронза. Ну, это в любом случае вид спорта, и у вас наверняка был спортивный интерес. Конечно, третье место – это отлично, но было бы хорошо, если было бы золото, условно говоря. Конечно. И как вы оцениваете, был ли какой-то разбор полетов, учли ли вы для себя на будущее что-то, почему в этот раз не получилось? Конкур – это в первую очередь мыслительный процесс спортсмена. Чуть-чуть переволновался, немножко не дожал лошадь, да, это вот полностью зависит от спортсмена. Ну, где-то лошадь чуть-чуть вытаскивает спортсмена, где-то спортсмен. Чуть-чуть переволновались дети, и от этого никто не застрахован, к сожалению. То, что они в следующий раз не переволнуются, ну, тоже как бы не факт. Представьте, там, если маститые спортсмены позволяют себе делать ошибки, то же самое может быть в следующий раз. Но каждый раз, если возить спортсменов, да, они могут, в принципе, собраться и на следующий раз показать более лучший результат. Ну, тем более, что они каждый день упорно тренируются. Здесь еще труд, все перетрут, как говорится. А вот если даже именитые, как вы сказали, наездники могут себе позволить какие-то ошибки, точнее, не позволить, но они случаются, в таком случае какой толк от опыта? Как вообще, смотрите, лошадь, если ты к ней неделю не подходишь, она уже так маршрут не пройдет. Соответственно, это ежедневные, постоянные тренировки. Тоже самого человека, он может потерять потихонечку навык. Он может просто растеряться на тех или иных барьерах. Поэтому конкурс – это такое дело, каким нужно заниматься ежедневно. Наши дети, которые уже в старших группах, которые мы везли, они приходят на тренировки каждый день. С понедельника по субботу, не пропуская. Плюс иногда в каникулярные привык, когда у них каникулы в школе, два раза в день. Расскажите, пожалуйста, перед этими соревнованиями, как долго вы работали? И был ли какой-то опыт именно в конкурсах, участие в конкурсах у ваших ребят? Мы в школе, конечно, всегда устроены соревнования у них между собой на результат. Что касается непосредственно, как мы готовились к этим соревнованиям, это было два месяца упорного труда. Вот изо дня в день они приходили, они знали, что они поедут, и они готовились. Мы взяли не всех, в школе у нас много спортсменов. Взяли мы только самых лучших, тех, кто не пропускал. К сожалению, есть спортсмены, которые подают большие надежды, но иногда бывает, хочется им поспать, чуть-чуть пропустить, еще что-то. Таких спортсменов мы чуточку отсеяли, у кого-то чуть-чуть опыта не хватило. Взяли только с собой самых лучших. И последний вопрос относительно прошедшего конкурса. Расскажите, пожалуйста, как помимо конкурентов, чем отличается конкурс подобного масштаба от конкурса, который вы проводите у себя? Смотрите, это все упирается в лошади и всадника, в опыт всадника. К примеру, у нас нет таких всадников и таких детей, которые бы ходили 20 лет, так как у нас школа, да? Все они с 9 лет мы берем, и до 17, до 21, так вот они доходят, а потом разъезжаются по городам, уезжают учиться и так далее, и тому подобное. А когда ты едешь на массовые соревнования, на такие крупные, а там действительно были крупные соревнования, туда приезжают звезды конкура, вот настоящие звезды конкура, понимаете? И, конечно, есть разница, когда ты такой расслабленный в школе, и ты этого человечка знаешь, ты такой, ну, прикидываешь, так, сейчас я его тут обойду, знаешь его слабые места, знаешь, где, как он может ошибиться, а тут приезжает маститый конкурист такой, ты видишь, и тебе кажется, что он в принципе не может ошибиться. Даже я, которая видела некоторых определенных конкуристов и знаю, какие у них имена, я думаю, ну все, мы тут вот просто, ну все, мы сейчас просто сядем, чуть-чуть откатаемся, лишь бы никто не упал, и просто поедем домой. Но когда я услышала, что наши берут места, это, конечно, было виска. То есть правильно, Илья, понимаю, что хороший соперник – это, можно сказать, учитель? Да, да, ну конечно, да, где опыт, там сложнее. Давайте теперь поговорим немножко о вашей школе. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность этой школы и почему туда идут? Туда идут только люди, которые очень сильно любят, ну вообще в принципе, животных, ну и тем более лошадей, потому что лошадь – это, ну, не кошечка, не собачечка, когда там, конечно, там запах свой стоит там специфический, там еще что-то, ну какие-то сложности, ну это не так просто, как в принципе кажется. И туда идут люди, которые вот действительно это любят и хотят этим заниматься. Это вот лошадь ты либо полюбишься на всю жизнь, либо как бы нет. Тут у любовь либо есть, либо ее нет, вот и все. Я так понимаю, вы учите не просто наездничество, ну и как ухаживать, как общаться? Конечно, конечно, когда первое, что делает всадник, когда он приезжает, ну наш спортсмен, он приезжает на конюшню, в первую очередь он идет к своей лошади, ну, конечно, они его, их подкармливают и морковкой, и сахаром, и гладят, и как-то общаются с лошадью, полностью чистят сами копыта, полностью сами седлают, полностью сами выводят ее. После того, как они оттренировались, они идут и ее моют, там, опять-таки, расчищают копыта, все полностью чистят и оставляют ее в денеке. И таким образом. Сколько наездников может быть у одной лошади максимум? Ну, вообще, мы стараемся, чтобы у старшей группы была пара. Лошадь-всадник, лошадь-всадник. Часто бывает, что ребенок сядет на лошадь, но она ему как-то по характеру не подходит. Если такое видят тренера, они его пересаживают, стараются подбирать, чтобы характеры тоже, ну, сошлись. Вот, но когда, допустим, выезжаешь, к примеру, на соревнования, такой возможности нет. Канилоска 6 лошадей, водитель один, и как бы приходится подсаживать на одну лошадку несколько человек. Ну, можно, допустим, чтобы отпрыгали два человека на одной лошади. А вот сколько времени понадобится для того, чтобы наездник познакомился, показал себя с наилучшей стороны, чтобы лошадь как-то расположилась, подпустила к себе? С некоторыми лошадьми они могут найти общий язык прям с первого раза. А потом в течение, допустим, бывает, усадник будет подходит, не подходит, подходит, не подходит, в течение двух недель, вот это как-то может определиться. Бывает такое, что вот, ну, никак они друг другу не подходят. Ну, слишком резвый, допустим, конь, а у усадника более такой энергетический, спокойный такой характер. Вот, и приходится пересаживать. Это всегда индивидуально или бывает, что вы доверяетесь коням, лошадям, и говорить, вот эта лошадь, да, она тихая? Лошади, у каждой лошади, конечно, свой характер, но ты думаешь, что вот спокойный усадник, допустим, резвая лошадь, как-то вот друг к дружку там подойдут и так далее, там буду, ну, нет, так не бывает, это нужно посадить, нужно, чтобы усадник попрыгал на ней, прочувствовал, и только после этого делать выводы. А может ли быть такое, вот мне интересно стало, что изначально они как-то нашли вообще язык, а потом лошадь решила, ну, нет, не будет с тобой. Да, может быть такое, такое тоже может быть. Вообще лошади, они удивительные создания, и вот у них и правда есть свой какой-то характер. Бывают такие лошади, что-то они так вот дружат, дружат, или на каких-то стартах идут к барьеру, могут все отпрыгать так идеально. Я даже слышала историю с одной из наших лошадей, я не была на техносоревнованиях, но я слышала, что лошадь все идеально так отпрыгала, все барьеры, еще что-то, и в самом конце просто в диване прыгнула из-за вредности. Вот просто она так решила, я не буду прыгать, пойдет. Много у вас таких капризных лошадей? Я знаю только одну, с которой никто не хочет связываться, потому что она, это роскошная лошадь, но не буду называть ее винемами, не буду никого обижать, не буду кличку ее называть, но вот она действительно роскошная лошадь, прыгает, прыгает, и вот в самом конце может подвести, не потому что она не может, или у нее нет потенциала, допустим, прыгает, а вот просто у нее такой характер. В самом конце так. Почему изначально я начал говорить о ваших лошадях, для наших телезрителей, возможно, это покажется странным, как о людях, потому что я был у вас в гостях и видел, какое у вас отношение к ним. Вы, ну, если говорить понятным человеческим языком, считаете их не домашними животными или в принципе животными, а как себе равными товарищами. Да, как друзья, да, как друг какой-то. Это специальный подход или... Нет, это так получается, ну, потому что лошади, они действительно, они ведь очень умные, к ним нельзя относиться, вот, ну, не знаю, у меня не получается относиться просто как к животному. Я могу подойти и с ними начать разговаривать. Может быть, со стороны, это кажется, ну, очень это как бы странновасто, но я могу приходить и рассказывать, какой у меня день, там еще что-то, ну, такие вот какие-то моменты. Конечно, я стараюсь, чтобы при этом не было посторонних людей, которые никогда не бывали на конюшне, даже какой-то определенный, да, момент, вот, бывает они на тренировках скачут, и ссадник слетел с седла. Что делает лошадь? Она не просто там себе поскакала, побежала. Честно, она вот так разворачивается, подбегает, досмотрит на ссадника, как будто спрашивает, что проблема? Ты что, что смотрелся? И просто вот стоит рядом с ссадником, пытается ему помочь, как-то подняться или еще что-то. Это реальная история. А как потом после этого к ней относиться просто как к животному? Ну, не получается. А бывает ли такое, что к вам приходят ученики, но вы замечаете, что вот они как раз-таки к своим, условно говоря, компаньонам относятся, ну, как к животным? Такие долго не задерживаются. Я говорю сразу. Вот они как приходят, так они вот чувствуют, что это не их, и уходят. Такие долго не задерживаются. Правда, там все, все, кто действительно задерживаются, те, кто из года в год остаются, они не относятся к лошади просто как к лошади. У них просто, ну, они действительно приходят, начинают с ними разговаривать, еще что-то из дома приносить, что-то. Особенно, когда с родителями общаешься, родители часто спрашивают, а у вас там нету, что стоило для моего ребенка, она уже там скоро жить собирается, и так далее, и тому подобное. Нет такого отношения, вот это просто животное, еще что-то. Бывают такие моменты, когда тренеру виднее, на какую лошадь пересадить, а ребенок вот уперся, нет, вот я вот с ней дружу, там нет, вот мне подходит, там, и вот и не хочет пересаживаться, допустим, на другую лошадь. У каждой лошади просто свой потенциал, какая-то допустим, может прыгнуть 70 сантиметров, а какая-то вот, ну, нет у нее такой потенциала, она не может этот барьер перейти, а всадник уже готов брать высоты выше. И тогда тренер, конечно, принимает решение пересадить на другую лошадку, а дети начинают упираться, потому что им кажется, нет, вот это вот, это мой друг, я вот как его брошу. На этой ноте прям хочется перейти к следующей теме. Расскажите, пожалуйста, как, дайте несколько советов нашим телезрителям, как выбрать лошадь, как подступиться к ней, какие, как себя показать, преподнести, и все ли могут, например, позволить себе оседлать лошадь, или кому-то это противопоказано? Что касается противопоказаний, мы всегда это оставляем на врачей. Мы всегда требуем, допустим, к нам ребенок приходит, мы всегда требуем, прежде чем он к нам пришел, чтобы он сходил к врачу и взял справку, что у него нет противопоказаний для занятий конным спортом, потому что тут мы немножечко бессильны, как бы это должен определять только врач. Что касается, могут ли все, да, действительно, все дети талантливые, но есть чуть более талантливые, но тут еще важно упорство и желание. Вот ребенок пришел, и видно, что он чуть менее талантливый, чем другой. Кому-то вот с первого раза легко все дается. Ну, может быть, это внутренние какие-то страхи, которые он скрывает, или еще сам не знает, что он чуточку внутри боится. Вот, но тут есть еще упорство и труд. Есть, допустим, у нас мальчик, и он, на вид, такой не очень талантливый, но упорно и ходит, и со слезами ходит, и старается, старается, и уже что-то получается. Тут либо трудом, и потом, как говорится, либо талантом. Ну, а так могут, конечно, все при желании научиться, могут все, силать можно любую лошадь. А что чаще побеждает? Изначальный талант, или упорство, труд ежедневный? Наверное, упорство и труд, потому что, когда человек талантливый, он немножечко ловит, скажем так, звезду, и уже потом... Расслабляется. Да, расслабляется, еще что-то, потом у него может что-то... А тут этот спорт не дает себе расслабиться. Это такой спорт, где нужна конкретная дисциплина. Шаг лево, шаг вправо, лошадь, это серьезно, 500 кг под тобой. Поэтому, конечно, больше труд и упорство. Мы с вами поговорили буквально поверхностно, но время поджимает. Хочется вас попросить поздравить наших телезрителей, представителей молодого поколения, возможно, своих учеников с Международным Днем Солидарности Молодежи и пожелать, возможно, и в своей сфере, возможно, просто так от души, какие-то пожелания. Я желаю всем этот замечательный, прекрасный день, всего самого лучшего, мирного неба над головой. И вообще, чаще бываете на природе, приходите к нам в полноспортивную школу. Если не учиться, то хотя бы просто посмотреть и за хорошим настроением. У нас скоро, кстати, в мае будут соревнования. Приходите посмотреть просто для того, чтобы получить положительные эмоции и зарелиться прекрасным настроением. Большое спасибо, Зарима, что пришли сегодня к нам в гости. Я вам, дорогие наши телезрители, напоминаю, что по случаю празднования Дня международной солидарности молодежи, у нас сегодня в гостях была Зарима Казиева. А эфир нашей программы продолжит наша следующая рубрика.